Симпатичнее, чем их соперник Конечно, наверное E-Home Mortal здесь будут чуть-чуть фаворитами Но... Ну знаешь, после того, как они IG Vitality выиграли, я бы так уже не сказала Да там сейчас все IG Vitality выиграют Те вообще какие-то Непонятные сейчас, абсолютно Мне нравится Naga Плюс Disruptor, ну то есть связка Вечно рабочая, которая Всегда была сильная, сейчас вернулась Мне нравится Dragonite Мне непонятен Shaker И теперь мне очень нравится Devourer Конкретно как герой Не совсем ясно, зачем нужен Warlock Ну то есть саппорт пассивный, сам по себе Но ладно, дает какое-никакое ООЕ Хороший дэмэдж Фиксацию под гирокоптера небольшую И так далее, подсейвить его может Но по линиям передвигаться практически герой не способен Для этого он предназначен То есть Night Stalker должен делать подобные вещи в одиночку Ходить к кому? К Devourer вдвоем? Ну так себе связочка К Hardlaner посмотрим Смотря кого они там себе доберут Дизейблов тоже не так много И у Сиренити Ну действительно симпатичный пик Шейкер Просто непонятно, зачем он нужен в этой сложной линии Мне кажется, более есть подходящие оффлейнеры в текущей мете Понятное дело, большинство из них забанено Я так смотрю, Бистмастер, Тейпхантер, Брюмастер Омник, конечно же И Тинкера банят сейчас с Ихом Не думаю, что в Сиренити брали себе Тинкера При том, что Драгонайт уже есть Конечно, можно ДК и в легкую поставить Мы с тобой сегодня это уже видели Но опять же, зачем? Нужен герой против ОД какой-нибудь ДК-то, конечно, постоит Но постоит Не лучшим образом Своё вынесет Но помешать тоже вряд ли сумеет Последние коры будут самыми важными Ну да, тоже соглашусь Тим Сиренити нужно добрать какого-то кэри Кентавр Китайцы, вы что творите? Почему так много кентавров? Ну, в прошлой игре, на самом деле, мне кентавр очень понравился Он был от Сиренити И, честно говоря, благодаря его стомпитам зачастую В принципе, команда спасалась И это была суперкрутая реализация кентавра То есть они делали то, что должны делать хорошие команды с этим персонажем Поэтому смотрелось, правда, очень здорово Последний пик от Сиренити И что же это может быть? Разумеется, это должен быть кэри Которая будет в Лейтера сражаться против Герокоптера Драгонайт Ну, это при условии Если Драгонайт будет использоваться в качестве мидера Потому что, как уже подмечал Морталис Мы сегодня и не такое видели И из, в принципе, лучших вариантов Здесь, честно, вот этого я никак не ожидала Вот, знаете, когда я вижу антимагов У меня прямо ручки трясутся, на самом деле Особенно, когда, знаешь, начинаешь... Мне кажется, это провал вообще Зачем он нужен? Я... В принципе, его может... Давай прямо Его вот ловить особо нечем Ну, то есть будет там какой-то Найт Сталкер Но у него появится Манта Стайл И, опять же, сложно будет Он срыва Кентавра умирает Просто с двух ударов ОД Думаешь? Ну, да Плюс Сайленс какой-никакой есть И... Это жадно Ну, то есть у вас Драгонайт У вас есть возможность Быстренько какие-то драки выиграть Потом, хоп, снести вышечку вторую На хайграун также можно зайти Но... Вот эта игра 4 плюс 1 Она не смотрится абсолютно Я не знаю, мне кажется... Ну, то есть, если он нафармит, да, много Если затерпят каким-то образом То ладно, антимаг здесь должен побеждать Допустим Он сильнее герокоптера Там... Но... Это ж... Сколько фармить-то нужно? Баттл Тюна пока соберет Пока еще что-то А то ему даст? Посмотрим Посмотрим Будут как-то... Ну, давай подумаем Например, Кентавр изначально Купит себе Блинк Например, смотря, когда он его купит Смотря, какая у него линия будет Найт Сталкер Вот, в принципе, с ним можно убивать А только кто с ним будет убивать В теории вдвоем даже Вот представь, отправить... Кентавром Но они убивать его не будут Они его прогонят Но вот Добла Кентавр плюс Найт Сталкер Они прогоняют вообще антимага Он там ничего не делает Нужна нага Если стягивают нагу То тогда Драгонайт Не скажу, что прям Супер простоит против ОД Шейкер Да, там будет Возможно страдать Против гирокоптера То есть Просто, чтобы Облизывать антимага Им придется двух героев Туда отправлять Саппорта Потому что один дисраптор Не способен Вот этих двух жаробасов Выгнать с этой линии Не знаю Очень сомневаюсь Здесь в антимаге Ну и вот сразу на него нападение Вынужден сейчас будет Качать Блинк Вкачал, прыгнул Все Развели Первые несколько Пачек Вернее, несколько минуток Он не сможет Лишать маны Да и кентавр тоже В принципе Ему лишь бы на стан Было И все Дальше маны Не нужна Да уж Команды, конечно Полностью меня удивили Вот этими драфтами И варлок появился И вдруг антимаг Дисраптор Разве что С нагой вопросов Вообще никаких не вызывает Дисраптор Кстати, самый Дисраптор На секундочку о нем 23 раза его пикали В патче 7.08 То есть вот уже После патча Это самый большой Самая большая выборка И причем винрейт У него 61 почти процент Это тоже достаточно много Это очень хороший винрейт На самом деле Это очень много Но тот же Сен Кинг Имеет 35 К примеру Титан имеет 40 Например Ну то есть Бэйн имеет 22 А у Дисраптора 60 У Наги В принципе тоже 54 почти И 13 раз ее брали Она четвертая По популярности Делит эту строчку С Разором Ну то есть все Нага вернулась Нага Дисраптор Как старые добрые Комбинации Постоянные Почему нет Вопрос Почему До этого Про нее забыли Я уж не знаю Но ее не было Какое-то время Ну что Нападение Теперь втроем Вот как раз таки Втроем и будут Пытаться убить Кентавра И может это В принципе Получиться Нага быстро бегает Антимаг прыгает И минус Кентавр Найт Сталкера Прогнали так же Ну вот Если будут Видеть Антимага То да Вот тебе и старт Кто мог подумать Антимаг делает First Blood И уже Очередной раз Сейчас Кентавр приходит Он просто вынужден Не так агрессивно Себя вести Как изначально Мог позволить В миде Ситуация следующая Драгонайв против Деваура Видим по Крепстату В принципе У них ситуация хорошая И у одного Кентавр здесь Имеет Очень хороший Крепстат У него Крепстат Такой же Как там У Деваура В миде Или у Гирокоптера Против которого Он стоит То есть Пока Чувствует себя На линии Очень комфортно Но он Фласку Использовал Уже свою Дальше будет Несколько посложнее Потому что После следующего После следующей ситуации Когда он столько Здоровья потеряет Его Просто прогонят И он будет И экспириенс терять И наверняка По Крепам Уже начнет Отставать Сейчас же пока Спокойно бодается С Варлоком Естественно Пока он может Это делать Но Дальше Уверен Что где-то Он будет Терять В фарме Тем временем ДК Ну да ДК Стоит в миде И у него нет Маны Абсолютно Все Просто так Крипов не позабирать Нужен Солринг Побыстрее Неприятная ситуация Найтсталкер Был впереди Но Нага Успела Закинуть сеточку И Забрала Дабл дэмэдж И с такой историей Она практически Соло его Убила Упс Жи-жи-жи Пришел Пришел сюда Антимаг И Сделал необходимое От него действие Два удара Фраг достается Нага сирена Так Значит Следующее У антимага Будет полнейший Фрифарм Это первое Что хочется отметить Второе У Драгонайта Все на линии Просто превосходно И третье У Шейкера Тоже все хорошо Он не умирает И крипов Он добил Практически Столько жестких Антимаг Посмотри Это Сложно на варлоке Взять и просто Выгнать Шейкера Например Был там какой-то Не знаю Например Скай Вы убивать не можете его Да Вы можете его гонять Просто ручками как-то бить Но вот чтобы убить Без дизейблов Без замедления Очень сложно Вот разве что Сам Шейкер Подставляться вот так не будет А именно это Он сейчас и делает И Пуэрти может за ним До конца пойти Да есть фраг Да ладно Да ладно Он выживет Ах была бы тогда Фиссурка сверху А гирокоптер погибает Это просто Это провал Это Я даже не знаю Что В принципе Дри точки Я бы на нем Не знаю Что бы чувствовала Я в на его месте Но в любом случае Ситуация Скажем мягкая Не очень комфортная Все таки умер Справился с ним Варлок Ну не доиграл Просто не доиграл В этой ситуации Шейкер Я думаю Всем сейчас весело Было после этого Серьезно Они все поулыбались Надеюсь Что это улыбки Они Да Ну и Как видим Все отлично Гирокоптер По крайней мере У Серенити У них Старт Просто великолепный Они уже тысячу Ведут Немного На самом деле Но тем не менее Если учесть Что это четвертая минута Да это нормально Это нормально Нормально Шики там продолжает С ДК стоять Но у ДК появился Солринг Теперь у него Дела пойдут гораздо лучше Теперь Ничто ему не будет мешать Забирать крипов Там тем временем Найт Сталкер Но телепорт больше не сбить Он уже войд свой Потратил Ранее И все Ночь началась Ну вот это важный момент Как реализовывать эту ночь У тебя нет Второго саппорта Который может если что помочь Варлок Привязан к этому лайну Он там Скорее стаки будет Какие то делать Чем куда то передвигаться И гангать Найт Сталкера нашли Первый выход В мид не удастся Антимаг Теперь стоит вдвоем С Дисраптором Против Кентавра И действительно По сути все линии С учетом провала Гирокоптера Сверху выиграны Ну Не проиграны Мид не проигран Остальные выиграны Вот так 21.10 Ну да В принципе так оно и есть Мид достаточно ровно Шейкер Убивает гирокоптера И Фармид имеет Очень хороший уровень Пятый уровень На пятой минуте Ребята это очень Ну то есть У него пятый с половиной Уровень Гирокоптер четвертый с половиной Думаю что да Тут явно можно сказать Что именно Выиграна линия Шейкером Ну и Антимаг Имеет Самый большой Крепстат на карте У них все великолепно Да Это проблема на самом деле Дэй Хоум Непонятен мне этот варлок Вы открываетесь Такого агрессивного Саппорта И потом Закрепляете Все это варлоком Зачем Почему Вопрос исключительно К команде Ну может быть я ошибаюсь Они потом файты будут Так проводить Что Поотлетают Сиренити Это узнаем чуть позже Здесь может быть Получится Хотя бы убить наагу Нужно будет на хайграунд Залазить ДК Он конечно Ну в смысле ОД ДК Это сделать Помешал Ну и пока Лишь одно убийство Их он заработали В свой актив Антимаг С колечком Ну понеслась Пятый левел уже Гирокоптера тоже пятый Но там шейкер У него Хаслэм уже появился Вернее сейчас Может появиться Потому что Да Качал ультимейт И еще и аркан Купит Почему у него так много Ну потому что Я тебе сказала Сразу Он добивал всех Крипов Варлок Ничего не мог сделать Он как бы Пытался Но не получалось Был бы вместо Варлока Ой Он попадает сейчас Соло на гирокоптера Фиссура Подхил Подхил спасет ситуацию Он должен уйти Это очень опрометчивое решение Стипли конечно есть Ну саппорт Я вот только хотела Озвучить этот момент Что имеющийся эхослэм Нужно укрепить Укрепить дизрафтером Либо нога сиреной В это время Драгон Найт У нас погибает От Девавера И при том Если я не ошибаюсь Соло Соло в соло Он его убил Да Он его просто забрал Через ультимейт Очень просто Но там тем временем Снизу нападение На кентавра У того нет Просто банально Маны на стан Поэтому он ничего не делает Он просто смотрит Как его добивают И то же самое Можно сделать И с Джонни Да уйдешь никуда Есть сетка Можно еще один фраг Дать интимагу заработать Ну или не ему Какая уж разница Семь минут позади Три минуты ночи Найт сталкер Не сделал ничего К сожалению Для команды E-Home Ну то есть вообще Два раза умер Ну можно и так Да сказать Если уж мы что-то Хотя бы ищем Да Хотя бы отрицательные моменты Искать Раз уж положительных нет Что-то все-таки делал Вот это Сам по себе Наверху тоже ребята У них там Своя атмосфера втроем И все Найт сталкер Ну вот снова Нападение 30 секунд до конца ночи И Ваг просто уходит На блинке Да уж Просто потому что Три в два стояли Вот такой вот герой Варлок Сейчас ДК в лесу Его Прогнал ОД Он теперь имеет Перевес по крипам Но он заденайл Очень много Он 24 своих добил За счет этого Конечно ДК не досчитался Опыта ДК не досчитался Опыта И это Дало Перевес Конечно ОД ОД сейчас Далеко впереди Уже на тысячу Даже два героя Вообще в топ-3 Там антимаг Между ними Как-то затесался В остальном же У коров Ихом Все довольно здорово Там тем временем Нападение Снизу на Дисраптора И на Сталкера Возвращают Он однако Успевает дать Воид Ну что кентавр В очередной раз Будешь погибать Скорее всего Антимаг Есть ульт Да Еще и джонни Подставляется Просто Антимаг Не прощает Это У него И уровень Идеальный И Смотри То есть он прокачал И воид На шестом уровне Убили Седьмой уровень По антфорсу Разумеется Он будет на первой позиции Находиться У него статистика На девятой минуте 2.03 Представляете Какая у него статистика Будет к концу игры Если у него такой старт Обычно Как мы привыкли смотреть За игрой антимага Антимага Гнобят-гнобят Но команда Потом собирается вместе Дает ему время Он вывозит фарм И выигрывает игру Но это при хорошем Стечении обстоятельств Для антимага А когда мы видим Что у антимага Просто настолько Идеальный старт Игра может даже Не затягиваться Ну да Драгонайт Своё в любом случае Вынесет И потом с ним будут Поигрывать файты Сносить вышки Не забываем про шейкера Шейкер очень сильный У шейкера ПТ У шейкера в восьмой левел Самое главное И у шейкера тысяча Даггер такими темпами Тоже будет Минуте там 13-14 Да При нормальных раскладах Может даже при плохих раскладах Если пару раз погибнет Но он вообще на линии Не показывается У него Авторшок вкачан в 4 Поэтому он очень дешево Фармит крипов 35 маны всего Тотем стоит Поэтому он В фарме не хочу И здесь будет Тортип скорее всего Убивать Фисурка пошла Эхо слэм можно дать Но тут голем сверху прилетает На голову И колдаун тоже неплохой Скорее всего шейкер Тоже может погибнуть Я на самом деле Даже не ожидал Что есть уже 6 левел Варлока Но он его успел где-то получить В итоге минус шейкер И драгонайт Тоже чуть не погиб Вот тебе и варлок Откуда у него Экспы столько Я вообще в шоке То есть книжка уже еще Книжки не было Откуда я не понимаю А он убил шейкера Помнишь тогда в соло То есть когда гирокоптер погиб Он забрал шейкера Да там шейкер был Высокого уровня достаточно Да Наверное за счет этого Но в любом случае Без книжки Это все равно очень много Это быстро Ну вот Нага четвертая Дисраптер только-только пятый Получил Найтсталкер Союзный Вообще третьего То есть 6 левел у варлока Они сами мне кажется Не ожидали Что он 6 левел у варлока И когда нападали на гирокоптера Они думали Ну ладно Кулдаун прилетит на голову Ничего страшного Потеряем пол хп Зато убьем его И все А тут такой сюрприз Оказался Ну Теперь осталось Дождаться следующего голема Потому что полторы минуты Без него И так просто Теперь не отбиться Абсолютно верно Но с другой стороны Так просто На него нападать Сейчас не буду Потому что 80 секунд И у Шейкера Кулдаун пошел И здесь примерно Ну немножко дольше На самом деле У варлока Блюс-минус Эти 20 секунд Они иногда могут решить Но посмотрим Так Найтсталкер Приобретает себе книжечку Вот у него практически пятый Забегает Он на хосте Под Тауэр На Гасси Он его там встречает И говорит Нет дружище Так просто ничего У нас Не делается Не успел сетку дать Кстати Так бы Можно было попытаться Ну то есть ДК проходил вплотную Давал стан Ну да Потом Там дезераптер Может быть хватило бы И под вышкой бы он стоял Там выхка Пару орехов Бросила Найтсталкера Вот теперь он без хосты Он сейчас погибнет Он минус Это 100% Я не знаю зачем Он сюда пришел То есть он видел Что здесь находится Такое количество героев И он только что здесь был Он видел Что там есть Нага Что он хотел здесь Я не совсем понимаю Странное на самом деле Решение Но Из-за этого решения Он поплатился Своей жизнью Как бы это Прискорма Для него не звучало Смак ПТ Стики Персеверанс Полторы тысячи сверху Смаки 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 Драгонайт Вместе с дезераптером А здесь Дубль два Варлока Возвращают Через хайграунд Вот так Ну долго придется Бежать Благо шейкер есть Фисок он дает И это Минус конечно Рейзен 9-4 Дезераптер Смотри какой Жадный Саппорт Даже не захотел Стратить Кстати Экшторм Но убили Без него Отличная команда Все равно Не помогала Поэтому Конечно Он здесь Безусловно Прав Соответственно Сейчас будут Ловить Антимага И вот Нападение На Антимаг У него Клугав не был Блинг Поэтому Он сейчас Погонит Еще Эклипсом Полицей Шики Выдал И фраг Достается Конечно же Тоже Ему Я только Кстати Подумал Насчет Того Что Пора бы Наверное Выйти На Антимага Потому что Слишком У него Все Хорошо И отпускать Его Ни в коем Случа Нельзя Чем Позже Будет Бэтлфьюри Тем Позже Он будет Отрываться От вас По деньгам Ну и так Случилось Его Быстренько Забрали Некоторое Количество Времени Он конечно Потерял И теперь Ждем Отсиренити Чего-то Подобного Форма Пустоту Была Прожата Чуть раньше Развел Видел Найтисталкер Отправил Иллюзию Они Наги Сейчас Нападем Убьем И убить Иллюзию Наги И он Заходит На ХГ Как-то Очень Опасно Правда Ночь Но Сюда Перемещаются Опять же В смоках Шейкер У Шейкер Кстати Есть Блинк Дизраптор Со статик Шторм И их Цель На данный Момент Это Дваур И никто Иной Ну вот Гирокоплер Тоже В принципе Приятно И через Эхаслэм Очень легко Антимаг Трак Себе заберешь Даже зачем-то Ультимейт Отдау Я думал Просто Последний удар Нанесет Ну ладно На Верочку Чтобы никто Не посмел Чтобы Только все Ему Но на самом деле Ему же Игру Играть Шейкер Прям отошел Добивай Дружище А он Решил Ультимейт Потрать Ну ладно Видимо В ближайшие Минуты Не собирается Просто выходить Куда-то на линии Участвовать В драках Поэтому Ульт если что Появится Так Джонни Нападение На ДК Есть Сайленс Хорошо Дальше что Дальше Отправляют Дваурера В мир И еще Теперь на развороте Можно даже Подраться Голем Отличный Под боем Атака Просто продолжения Не будет Потому что Дваур в таверне Дагонает Прожимает форму И теперь Может на развороте Но сюда Подходит Гирокоптер 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 Есть тот урон Который нужен Дваурер Снова заходит На хайграунд Но здесь Под шрайном Под шрайном Драться тоже Не хочется Можно теперь Попасть На статик Шторм От Дизраптлера Что в принципе И происходит Статик Шторм Под троим Персонажем И надо Первым Убивать Найт Сталкера Погибла Правда Нага Сирена Фиссура От Шейкера В принципе Неплохая Дерется до конца Драгонайт Понятное дело Что антимаг Даже не думает Сюда приходить И следующая цель Это именно он В принципе Кольцо поставил Дизраптлера Неплохое Еще и глимсанул Деваура Опять Ему прям не везет И Драгонайт Разворачивается Говорит Ну что ребят Еще хотите повоевать На самом деле Не стоит Потому что Уже без ресурса Стоит Шейкер Без ультимейта И Дизраптлера На базу не мешало Но в итоге Для Сирен Гирокоптера Там Шейкер ворвался Прям под вышечкой Спел его надолго Задержать И не убьет Потому что сейвит Сейвит тиммейт Поблизости Также Деканец Добивает Драгонайт Драгонайт Рядом же Прям подошел Правда За это Поплатился Опять же Своей жизнью И в итоге Да и Шейкер погиб Ну на самом деле Вот Стоило отойти Может они подумали Что они Знаешь когда стоило Вот Когда еще до этого Драка была Такая Крупная Они убили Найт Сталкера Они Найт Сталкера Они развели на Голема Они развели Чуть выше на Голема Подходил ОД Да Шрайн Вот Шрайн Запили От греха подальше И убежали просто Ну то есть Голем уже был потрачен В итоге Приходит ОД Бросает Гирокоптер ультимейт И самое Что было ужасное Это как они Не знаю Не сработали Слаженно Между собой Потому что Дисраптор Дисраптор дал Отличный ультимейт Хорошо всех запер В кинетик филд И в этот момент Нага прожимает Слип В итоге Часть дэмэджа Просто в никуда уходит Потом Слип отжимается Они решили Все-таки Ввязаться в эту драку Эхо слэма не было Антимаг тоже Непонятно где был При том что Все важные герои Ихом в драке Участвовали И по итогу Вот это все Могло закончиться Гораздо лучше Для Сиренити Если бы они просто ушли Ну то есть Развели на Голема И нормально В итоге сами Зачем-то полезли Погибли Ну ладно Теперь вот Ихом я смотрю Отыгрались По деньгам Даже немного лидирует По фрагам тоже В принципе отставание Минимальное Кентавр в этот момент Пока движуха Происходила сверху Он там что-то Снизу фармил И даггер нафармил Вот и Как бы камбэк Да и достаточно Ну камбэк Камбэков Но антимаг Ты тоже фармил Антимага В принципе Имеется БФ У него вот-вот Уже появится Яша В принципе По таймингам У него в целом Все достаточно неплохо Проблема как раз Драгонайте Потому что Драгонайте Опережает Собственный Шейкер Который на сложной Вроде бы Линии стоял Вышло в итоге Наоборот И в Девауре У которого Тоже все отлично Да У ДК плохо дела идут Ну то есть Отставание Почти 3000 От ОД Это довольно много ОД Такую машину Для убийства Превращается Форстаф и даггер Уже есть Мобильность Классная Выживаемость За счет этого Плюс Астрал Имеется В этом отношении И Такого ОД Так просто Теперь не взять Плюс он всегда При поддержке Варлока Который где-то За спиной Плюс Стампид Есть И антимагу Теперь Вот теперь Ему нужно много Времени То есть Момент Когда Сиренти могли Оторваться И просто Избежать драк Кстати я Опять же вспоминаю То что тогда Произошло Ночь еще была То есть Все не так просто Днем Может быть Было бы полегче Но За счет того Что еще ночь Работала Так вот Сейчас Вот этот Мидгейм Им нужно Как-то пережить И затерпеть Чтобы антимаг Выфармил Но Он медленно Вернее Он там Фармит быстро ДК фармит Слишком медленно Он еще Я смотрю Не Шадоу Блейд Собирается покупать А Даггер Или вообще БКБ там Сразу Не знаю Шадоу Блейдом Хоть чуть-чуть Побыстрее пофармил И можно было бы С Шейкером Какие-то вылазки Устраивать вдвоем Хоп Где-то Цепанули Сами никуда не полезут А вот В этот момент Ваш антимаг Фармит Но вот Пара буквально Не самых удачных решений Просто игру По-другому ведут Теперь С маке от и хом Они понимают Что у них Сейчас Либо сейчас Здраться Либо вообще Никогда Потому что Против антимага Войте Не хочется Связываться С антимагом Войте Нашли они Того самого антимага И делают Очень хороший И приятный Войте Ну и гакил для деваура Выход просто Супер удачный Сейчас Как раз Ринити Должны На самом деле Ходить И давать Возможности Ихом Собираться И так Искать Тимага Но пока Атакуют Ну айфи Да То есть На 4 героя А что он здесь Забыл А он здесь Гибель свою Забыл Ну вообще Забавный Шагер славил То есть Он стоял Шагер мулете Ждал Пока Кто-то Подойдет Сюда На хайграунд Кто-то Это был Нейт Сталкер Он подошел Просто Прочитал Пикап Пэй Боя У Девора Да Это уже Прилично 15 левел Также есть Взял себе Талантный Мопспид Ну и теперь Т1 Заберут Сиренти Форма работает Форма еще Долго будет работать Ну на Т2 Я думаю Не пойдут На Рошана На Рошана На Рошана Если что Они Шагер Шагер Пэй Убили Я думаю Что Наги Сирени Сейчас Если они находятся Вместе Перелетела Такая Знаешь Приуха Капитана Ты что Глупенький Ну это второй раз Уже Ну то есть Тогда На Том Шрайне Тоже не совсем Слаженно сыграли Нага С Дисраптором Здесь тоже Не совсем Все здорово Получилось Ну вот сейчас Выходят Наги Рокоптеров Твоем Антимаг Шейкером Тоже Уничтожают Его просто Монта Без каких-либо Шансов Да Монта Стайл уже есть Это уже Проблема То есть С монтой Можно и сплитом Заниматься Ну опять же Иллюзии Просто отправлять Самому Под фарм леса Скорость фарма Еще больше У Антимаг Усиливается И когда у него Появится Такой Замечательный Вообще интересно Будет ли на Лифаер Собирать или нет Сейчас Кстати Как тебе этот артефакт Вообще просто Такой жесткий Но Буквально Недавно смотрела Малоха собирала На стриме На Антимаге Такой крутой артефакт Ну это круто Да Я помню В начале Как-то Когда он только вышел Его несколько Недооценили Что ли Не предвлекали ему Такой судьбы Да А сейчас У него и винрейт Очень хороший У этого артефакта И на самом деле Зачастую он прям Очень Много грязи делает Но Судя по Айтембилду Он выбирает себе Стандартную Супер баши То есть Тоже все в принципе Понятно Он артефакт Тоже хороший И плотность Дает Выживаемость И башить Всегда приятно Особенно Когда у тебя Аккаунт Проплаченный Скажем так Ну антемаг Тут по стандартному Билду идет Никаких сюрпризов Если что Доберет себе Что-то на выживаемость Попозже Все-таки Пока Он в драках Участвует очень мало Найтсталкера Но не решается Понимает Что нужна Какая-то поддержка Поддержка далеко То есть С нагой сирены Они вряд ли бы Осилили кентавра Ну и Найтсталкера Может бы и осилили Но кентавр Там мог бы помочь И уже Ситуация могла бы Развернуться Не в их пользу И кентавр Хочет прыгать Прыгать И цепляет Многострадального Дезраптора Он просто Последнее Действие Которое происходит На карте Это Три смерти Дезраптора То есть Его один раз Нашли Если я ошибаюсь Один раз Вот здесь Точно бомни Подловили Ну не везет Не везет Ну что На Рошана пойдут Все же есть для этого Нет дисраптора Есть время Быстренько зайти В пятером Его забрать С антимагом Там через 10 секунд Есть Ну без антимага В смысле не пойдут Антимага нет Прыгает Просто шики Сейчас на драгонайта Как бы Этой ошибкой не было Потому что Тиммейт ДК рядом И нет Ой Которая достается Варлоку Пусть берет Варлок Он игнорирует Покупку Блокенбара Ну то есть Здесь Он не дерется пока Он попозже Если что Купит Блокенбар Либо что-то другое Если понадобится Просто учитывая Что он Два раза Его поймали Ну ладно Убили Убили Ничего страшного Они сами Выходили На того же Геррокоптера Быстренько Точно так же Убивали Ну то есть Это пока не критично Еще ничего Не предвещает Беды Там все Т2 стоят На хэграун Шейкера И сон Вот это И правда Хороший сон От Наги Сирены И ловить Тем более Сейчас у Дваура Бакаба нет Они сейчас Его просто Изничтожат Следующая цель Это Найт Сталкер Найт Сталкер минус Да еще Геррокоптера Цепанули Стесурой И будут Идти за ним Это гейк Созераптера Это будет Минус Геррокоптер Это минус 4 Голем даже Не был Тут молодцы Сиренити Классно Подловили Кентавра Который Тоже довольно рано Наверное прыгнул И вся остальная команда Далеко была Мне кажется Я ему знаешь Цепляй-цепляй Он прыгает И в итоге Получается Я просто понимаю Что он чувствует В итоге получается Чуть ли не минус сторона Благо У Варлока Минус сторона 100% Монтастайл есть Он сейчас его включит И снесет Геррокоптер не будет Одна секунда до Варлока Нужно сразу идти Просто и кидать голем Не знаю Что надо делать Троем Ну я думаю Лучше отдать сторону И с геррокоптером Потом терпеть без одной Это не так опасно Одну точно отдают Ну да Просто проиграть драку Ой еще и сверху И Хаслэм Чудовище Лучше бы он дал Этого Гарема Сносят просто Варлока Сносят также Найтсталкера И сносят Биста Минус 3 Минус сторона И вперед А ну на другие Не получится Там Т2 стоят Да уж Замес Казалось бы Не предвещал беды В итоге Не просто Вообще Замеса Я думал не будет Если честно Думал просто заберут Сторону И уйдут Пешочком Даже не сторону Я про Изначально Когда они за Турами То есть пошли Т1 забрали Потом Т2 забрали Да Потом думала А тут нам Т3 И вот пойдем на Т3 Сторона Хорошо Мы байбейки Убьем после Ну прям супер неприятно В итоге получилось все И Теперь Надо делать ход Канем Уже команде Ихом Если Этого Хода сейчас не будет Вы просто Преднимаете Сколько денег Заработали После этого Всего Вот Просто у него Уже стало Сразу 7000 Антимаг Уже с Супербашером 1000 сверху Следующий замес Он как бы Будет ключевым Мы увидим Либо продолжение Этой карты Еще минут 15 Либо Ихом Проиграют Битва За Рошан Возможно Будет Либо Какой-то Выход И это Желательно Должен Быть выход От Ихом Потому что Если сейчас Выйдут Серенити То вполне Вероятно Что они Просто Как выйдут Так и Закончат Ну да Аегис Ни в коем случае Нежелательно Антимагу отдавать Потому что С Аегисом В разы проще Все это будет Сделать А где Анисом Находится В смысле Где? На Рошане Да Я про это же И Очень неприятный момент То есть Они как бы Даже То ли не ожидали Такой наглости Но на Рошане В теории Опять же Закинуть Голема Можно Вот Либо прямо сейчас Либо на хайграунде Неужели Не знают Что Где же Чуйка Где же Что-нибудь Ну и люди Отправляются На разведку Ну это же Ну это понятно Я думаю Им Но они боятся Они просто боятся Потому что В случае ошибки Они теряют Ну они проигрывают Игру в случае Ошибки И решили Что лучше Эту ошибку Допустить на базе Либо на базе Безошибочном Подраться Ну в принципе Я с тобой согласна То есть Скорее всего Они именно этим Руководствовались Когда боялись Эти на Рошана То есть Либо Они сейчас допускают Последнюю ошибку И проигрывают игру Либо От базы Скажем так Чуть попроще Дефаться Может как-то еще Получится Какой-то смог Реализовать Но просто На антимаге Имеется Аегис И пока Его сложно Убить один раз Он уже и плотный И демиджен Но все достаточно много И уровень у него хороший А как убивать Два раза То есть Двух-то големов Не будет Например Не ну тут можно Убить всех остальных Как вариант Да Но Начинать нужно с наги Желательно поймать нагу Потому что если нага даст слип Вы в любом случае Файт Ну скорее всего проиграете Демаг слишком силен И в случае успешного Использования слипа На кого-нибудь даже одного Если дисраптор даст свой проказ Ну вот того же ОД выключит Просто И все И конец Пиши пропало Ну вот Найт Сталкер Ну БКБ-то есть Но там есть сеточка Его просто ручками добьют Минус Найт Сталкер А там еще Так На топе антимаг Находит кентавра В соло Легко С башером Перезуй Мега килл У жи-жи-жи Да уж 23 14 7000 Перевес И Пока Непонятно Как собираются Камбэкнуть В этой игре Их он Варлока Маганим Ой Не появился Так много денег Когда-то было Он байбэга сделал же Да-да-да-да Помню И да Это конечно Откладывает Маганим 16 левел Сделал себе Талантный экспириенс Ну что Пойдут Прямо сейчас На вторую Почему бы и нет Двух героев по-прежнему нет И В кармане Ничего помешать не может Да Можно все что угодно делать Тем более форма еще работает Форма правда Это заканчивается Ну и без нее Это может справиться Ой И подловили Деваура Он просто не успеет Даже поражать Нет Все-таки Кстати Успел поражать Блэкембара Однако Получает Башек От Антимага Получается Ну в принципе Уйти Но самое главное Забрали Варлока Выбили Аегис Антимагу Кентавр Реснулся И сон Антимага Сирены Для того чтобы Антимага Они не хотят Уходить мимо Видимо нет Почему Верят настолько в антимага У Шейкера Нет Хаслайма Он там просто будет давать Свои Скиллы одиночные Как же долго его искали Им нужно было просто Отойти Грамотнее Если бы Они сыграли Они могли перегруппироваться Отбились Отбились Можно цеплять Еще на развороте Еще и Драгонайта Судя по всему Будут это делать Нага пытается Его сейвить Сячески ДК уходит Антимаг Прыгает Разбежались Т3 не потеряли Ну хотя бы так Для их Это естественно В плюс Вообще Они могли еще Мне кажется Спокойно Вот зря Шейкер залетел То есть когда Нага Сирена Использовала На подсейв Ультимейт Антимаг Уже спасался Им нужно было Просто отступить Перегруппироваться И доформить Антимагу Блэкенбар Чтобы он там С Дебауэром Разговаривал Не боясь его Вообще Ни в коем случае Так Дебауэр Пока его еще В принципе Пробивает неплохо Либо Вышло бы наверное Получше Но Кто знает Кто знает Антимаг БКБ Все Есть уже Да Отлично Сейчас к нему прилетит БКБ На антимаге Теперь будет Несколько сложнее Его убивать Что там кстати У ДК У ДК тоже Блэкенбар И Алибарда Ну здесь ДК не выполняет Роль главного Дэмэдж дилера Поэтому Все на То чтобы Немного Дольше жить И соответственно Выключать Ключевых героев Соперника Это тоже схема Абсолютно Правильная Антимага здесь В принципе Хватит Вообще Хотел отметить Вон тот врыв шейкера На хайграунде Классно ведь залетел И такая фисурка Как раз там Три героя в ряд встали И он по ним По всем попал Четко получилось Правда Урона не хватило Но это уже Не так важно Главное что Красиво сыграл Вообще Шейкер Наверное Претендует на звание МВП На этой карте Да мне тоже Я Люто плюсую Хотела Подметить Что эту игру Очень много шейкера делает Так врыв на Драгонайта Лакенбар От Шики У Дютли ДК Тут тоже БКБ включает И сразу же Слип Ну и выбирайте Кого мы будем бить Выбрали Лео А там Кентавр А там Варлок Конечно Чтобы Варлок Не успел свой проказ дать Однако Драгонайт Может погибнуть Антимаг дерется Здесь 1-4 А Варлок Это не добили Он успел дать Голема Ну и это не нужно Никого не убили Никого не убили Минус 3 Я даже на самом деле Я уже когда увидела Что его убьют Думаю Все Прощай Дружище Однако Они решили Что И в целом Было неплохо Потому что Когда действовал Сон Девауэр Девауэр Был под Блэкенбаром И Почему это было Неплохо Потому что Он его После сна Закончился Я думаю Ну все Сейчас На него Переключится Его просто Убьют Однако Не переключились И совершили Камбэк Но Шейкер Да что же Ты будешь делать И Супербашер Девауэр Минус Байбак Есть Байбак Есть А на этом Еще не конец Можно было Кстати Найтсталкер Пойдут Пойдут И снова По двоим Попадает Шейкер Моментально Убивают Еще и Найтсталкера Монстр Крепил У антимага Только Для себя Хорошо Ехом Подрались Так Сразу же Ответочка И опять Шейкер Делает Все красиво Не повезло Сейчас Ехом Ну либо Я даже не знаю Это говорить о том Что они плохо сыграли Или не очень хорошо Либо же Сиренити Хорошо сыграли Давай наверное Положительные моменты Искать И отметим Что Сиренити Просто В этой ситуации Как-то лучше разобрались И На эффекте Неожиданности Что ли Каком-то сыграли Ну то есть Вы только что Трех героев потеряли Вы не должны На нас нападать Вдвоем А вы Вот настолько Наглые ребята Пошли И развалили нас Этого точно Не ожидали Эхом Я уверен Ну а Ксинкью Действительно Сыграл снова Очень здорово На шейкере Теперь Камбэк был так близок И снова начинать Ну не то чтобы Все сначала Но Снова возвращаемся То же самое И Преимущество Тоже снова Восемь тысяч Только-только Эхом Отыгрались До пяти Кто там Порошану Порошан через минуту Плюс-минус Там Полторы-две Ну вот уже И Драгонайт Сырком Будет А ты Два раза Попробуй убить Драгонайт То есть Один раз Теория Можно Но С Двором В принципе Дваур Наносит Урона Много Дваур Кстати Свою команду Тащит Однако Пока не так много Урона Если честно От гирокоптера Потому что Статистика Ну с рапира Это он сможет Если что Она у него есть С рапирой Да И С рапирой Ну Умирать Теперь нельзя Гирокоптер Это риск Очень большой Конечно Ну мне нравятся Гирокоптер Прям выживает Постоянно Рискует Но Кто не рискует Очень рискует Невероятно рискует На него Врывались Очень много И Ну где-то Надо позади Стоять Возможно Даже Где-то Пусть ОД подставляется Использует Там Астрал на себя Прячется Что угодно Лишь бы На тебя В спину Не прыгнул Антимаг Потому что Если на тебя Прыгает спину Антимаг Через Эмселблей Тебя станет То Вероятнее всего Ты не жилец Потому что Антимаг Наверняка Там включает Блокинг бар Его там Никто не спрячет Его там Тоже Никто не застанет Голем Если на голову Тому сверху Прилетит Это тоже Лишь на Долю секунды Того задержит И Таким образом Гирокоптер Здесь Должен играть Очень осторожно Ну вот прям От слова Совсем И Рошан Появился Рошан появился И с ренте Могут на него Идти прямо сейчас И Хом даже Не будут драться Они с рапирой Не рискнут Так далеко Выходить с базы Оттеверение Бабочка Летит Для Антимага Бабочка Курьер Так Всем Нагнал Наконец-то Антимага Бабочка Есть Ну и все Рошан Ну и Да Рошана Убьют Прямо сейчас Значит Что у Шейкера Шейкера Йол Ну там Тоже все понятно Он собирает Я знала Что Сразу Игрок Высокого Класса Ну я Правда Считаю Что это Очень крутой Артефакт Ребята Пересмотрите Свои отношения К нему Кто еще Не понял Все его Сути Так Пошел 1800 хп У гирокоптера Линку Хочет купить себе Теперь все в защиту Урона там Предостаточно Главное Чтоб дали бить Вообще Это можно сказать А ну Тут с одной стороны Да Линка Тоже очень нужна Опять же Скребашер Всякие Сеточки Гримсы И так далее Несмотря на Можно на самом деле На бкб гирокоптера Его ловить Переслип И убивать Просто Ну то есть Драка началась Тот прожал Бкб Увидели это Нажали слип И Просто прыгнули В него Убили Перезабисал Блейд Я думаю Это не проблема А там уже Параллельно Дисраптер С шейкером Разберутся И свои прокасты Тоже Выдадут Своевременно Заход на вторую Сторону Прямо сейчас Будет отсиренить Я уверен Все три линии Толкнули Больше Нечего делать На этой карте Может их тоже Рапира пугает Немного Битва Антимаку Она должна быть Наоборот Интересной Как артефак Который Он прыгает На кентавра Нападает на кентавра Почему-то Ну ладно Лирсаблой Трачат в него Но убить-то не убили Сейчас прячут Сейчас прячут А вот теперь Ой Блин Каут Как же сейчас Антимак Скажем так Мягко Ложан И на развороте Лип Просто засейвить команду Дисраптер Может погибнуть Ракета в него летит Нужно помочь Да ладно Просто стоят рядом И Дисраптер Погибает Они по одному Удару нанесли И дальше не успели Обидно Это на самом деле Супер обидно Ему сейчас Придется ждать А что потратили Ехом для защиты Сейчас Ничего Что потратили Сиренти Потратили Слип И героя Ну то есть Дали Минуту-полторы Времени Ехом Еще пофармить Плюс Может быть Затерпят И не успеют Аегис По-человечески Использовать Сиренти Может быть Закончится Либо пойдут Прямо сейчас снова Вот сейчас Вот месть Нет Нет Не получилось С шейкером Говорит Я братуху привел Сейчас я вам Покажу Что умею Ну да Не хватило Немножко помощи Возможно Но все-таки Это антимаг Который может Позволить Блинкануться Достаточно далеко И Атаковать Команде Нужно там Подойти Немножками То есть ДК себе взял Талант На голду Конечно С таким антимагом Который всю карту Фавармит Ему ничего не остается В долг Только просили Но объективно Маловато У драгонайта Можно было Побольше нафармить Но вот он Четвертую строчку Занимает Предсказуемо Проигрывая Трем главным Героям На карте Ну и даже Шейкер Недалеко от него Когда пойдут Сиренити Ждут Слип Скорее всего Слип Через 25 секунд Без него Конечно Опасно Способность Всегда Если что Подсейвит Поможет Напасть Все Смотри Ну Ехом Только на руку Это Пошли Хорошо Ребята Я вас верю В маках На базу Будем заходить Потому что Ехом Не выходят С нее Практически А вот Посмотрите Как раз Вышли Самоубийцы Либо Гении Сейчас узнаем Знаешь Если честно Я Ну Этимаг Прыгай Они на хайграунде Все И вторые поднялись Все Конец Будет прыгать На кого только Проблема Сразу Убили Дезраптора В принципе Неплохо Под Блэкинбаром Герокоплер Просто Расстрелял И это Минус Четыре И сейчас Еще Антимага Подловить Только он Прожимает Блэкинбар И Телепорт А телепорт Еще Знаешь Нужно было Переложить О Вы знали Об этом Знали И это В итоге Минус Три Ничего Не получилось Поражать Ой Ксинкью Подлеерс Пошел Просто Т3 ломать Но там Крепы Далековато ОД Также По близости Ну Провалили Драку Провалили Выход Заходили На хайграунд Ладно Там Это Не сыграло Свою роль Но То Как быстро Потеряли Дезраптора Знали бы Они Что соперник Ряда Может быть Просто Со слипа Начали А почему Они не знали Потому что Вижена Здесь нет Вижена Нет Никакого Они в слип Ушли туда Вижен был У врагов Благодаря Этому Вардову Сейчас У них Получилось Настолько Хорошо Провести Файт Ну То есть Они Могли В принципе Проиграть Но там В целом И команда Сиренти Я про них Они сделали Все не очень хорошо То есть Сразу отдали Дезраптора Бесплатно Возможно Им стоило Попробовать Заходить Через Сон Наги В таком случае Ну да Только так Тут По-другому Либо Шрейкер Как-то должен Это был увидеть Ну Вперед идти Да В Шадоублейде Там вот Я смотрю Сентри Вардов Никаких нет Ну там Гем наверняка Уже Давно Найт Сталкера Да Ну мало ли Может быть Найт Сталкера Бы Не сразу Встретил В общем Хотя бы Дал бы Инфу По врагам Но в итоге Яхом нападали Первыми Моментально Просто Стерли Порошок Дезраптора Антимаг Тоже В секунду Теряет Аегис Ну а дальше Уже было Делом техники Развалить Всех остальных Драгонайт Тоже Как-то его Не почувствовали Вот он Что был Что не был Там Пять ударов ОД И На свидание ДК Отбились Ну и Рапира Рапиру Тоже нельзя Вбрасывать За счетов Как-то Скромненько Мы про Рапиру В этот раз Ну есть И есть Ну и ладно Как бы Он просто Изничтожил Антимага Если что Вот когда У него Выгрызется Там Очень много Урона У него есть МКБ У него есть Рапира Урона Очень много И Антимаг Пока Без Тараски Он даже Не планирует Покупать Он собирает Себе Аганим До 2000 ХП Антимага Не такой уж Он Крепыш Уже Сейчас Против Такого ОД Против Такого Гирокоптера Пока Довольно Легко Их он Сдерживает Вот эти Атаки Дальше Ну тогда Вот знаешь Смотрю Я на Талант ДК На 150 Золота И понимаю Что Судя по всему Он ему Пригодится На этой Карте Артефакты Нужны Нужны Артефакты И нужен Теперь Уже Сильный Боеспособный ДК Вот как Мы видели Когда На легкой Помнишь Стоял он Сегодня Когда он Там Собирал Тоже Всякие МКБ И так Далее Сильверейджи Вот такой Драгонайт Сейчас Понадобится Который Тоже Будет Очень Много Урона Наносить С руки Пока Это Драгонайт На подобное Не способен Паза Уже Прошла Когда Он был Прям Очень Силен Сейчас Будет Кираса Чтобы усилить Интиманго Чтобы усилить Всю оставшуюся Команду Но Опять же Сам он По себе Воевая Единица Довольно Слабая Сейчас По сравнению С таким Гирокоптером Иод А у Варлока Такими Темпами Аганим Появится Сколько Он Уже Собирает Минут Двадцать Наверное Если не Больше А ну Ладно Тут игра Может Шестьдесят Минут Будет лица Соберет Когда-нибудь Как раз Смоки Теперь уже От Ехом Ну Давайте Посмотрим На что Мы Способны В атаке Так Пошли 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 Начертил Нам Путь На самом деле Не очень удачный Единственное Пока Кого они тут Могут Средить Это Дизраптор Ты знаешь Это страдальный Дизраптор Просто Всегда Когда Ехом Именно Дизраптор Как у нас помнишь Чтобы в прошлой игре был Санкинг В этой Дизраптор Примает на себя Да уж Позиционку Вообще плохо держат Ребята из Сиренити На протяжении Последних Нескольких Файтов Ну вот это Все Наверное Сказывается Неопытность Может быть В какой-то степени Может быть Просто Несыгранность Между собой Еще Коллектив Относительно Новый Думали Что здесь Антимаг Спрятался Поражали Стамфиль Но Антимаг Их Обхитрил Антимаг Ушел 7600 Не забудьте Про Моншард Тоже Вещь В принципе Хорошая Не забываю Про Наличие Рошана И уже Его бьют Сиренити Им он Сейчас Больше Нужен Это 100% Он И в прошлый Тарас Не помог А будь он Какого-то Гирокоптера Рапирой Это может Закончиться Молоченно Но Забирают И не успевают Ихом Да Даже близко Не успевают Аегис Жжи Взял И Отступили Так Там Нейтсталкер Уходит В итоге Отсюда Ну и Все Теперь Вопрос Команде Сиренити Что вы Будете Делать Один раз Вы пошли Но пошли Мягко Говоря Так себе И Никого Убить не смогли Соответственно На хэграунд Зайти тоже Может быть Стоит Просто Попытаться Старым Методом Заходить На хэгэ Вот так Сразу Без ганга Да все Сейчас у шейкера Дефайр появился А ну все Тогда Кто-то Тебе Изич Ну и вообще Ему отдали Рефрэшер Сэр у Драгонайта И Аегис Конечно же У антимага Так у нас Ситуация Следующая Гарокоптера Появился Сатаник 3300 Разумеется В байбеке Я конечно могу вам Открыть Но в принципе Я думаю Что вы понимаете Какая ситуация У А кстати Стоп У наги Аганим Появился Приятно Приятно Ну Теперь будет Полегче Главное Чтобы нага Не умерла Быстро Либо Чтобы нага Либо Чтобы команда Никого не потеряла Быстро Ну вот Просто Чтобы все Были живы Пусть вас Там даже Побьют Немного А потом Вы На контратаке Так скажем Что-то Придумаете Но их он Слишком быстро Убивает Я не знаю Кем там Нужно быть Чтобы выжить Когда тебя Вот так Сильно Пробивает ОД И гирокоптер Так что У гирокоптера То есть Ничего Сатаник Ну да Помимо Сатаника Байбеки Давай смотреть Байбеки Байбеки Есть Только У Сиренити У Ехом Нет Ни одного И всем Не хватает Денег Он только Купил Что-то Нижнюю башню Сил света Да нет А Ну как Муншарт Наверное Нет Ну Муншарт Да Муншарт Он купил И Почему-то Не оставляет Деньги На байбек Я тоже Знаешь Знаешь Вообще Вообще В этом Есть Доля Смысла Потому что Если его убивают И рапира Выпадает То все В принципе Гирокоптер Он Ничего не сможет Делать То есть Я в таком Случае Наверное Вторую рапиру Как Элидан Любит Запасную Иметь Запасную Да Спецпроппер Наверное В этом плане Смотрелось бы Неплохо Но нет И так Ситуация Следующая 6 тысяч На такой минуте С тем Что происходит На карте Там хоть 20 Это бы вообще Ничего не влияло Ни на что не влияло Хоть 20 Хоть 30 Все отыгрывается По крайней мере И хоум иметь Точно Ну и эти 6 тысяч Это Я так понимаю Практически Да Это просто Соло антимаг Все Зато если мы сравниваем Всех остальных То там уже Разница есть И она существенная Может надо Нагу В кэри Начать одевать Я уже об этом думала Кстати Медасик Радианс Еще минут 40 поиграем Ой как они Как же далеко А где остальные Не успевают И в итоге будут Довольствоваться Лишь кентавром А кентавр С тарасочкой И его еще Девавр спрятал Но Шейкер Просто боженька Шейкер Сделал Своё дело И Девавр Без байбека Это минус Девавр А гирокоптер Расстреливает Но там был сыр И там еще есть Аегис И все И гирокоптер Возможно Сейчас отъедет И сверху Второй Хаслэм Еще один Хаслэм Триплкил Для Драгон Найта Это будет В принципе Получилось забрать Только лишь Дизраптора Вместе с Нагой Сиренной Минус 5 Байбеков нет Гуд гейм Лоу плейт Я же тебе говорила Как только Нулифайр появится Все сразу Будет В чем Ну Вообще Было достаточно опасно Если честно Вот этот мув От антимага Когда он изначально Прыгал на хайграунд Когда они Очень неплохо вели У него там Аегис Опасно Тем более Прыгает он на кентавра Когда знает Что там есть персонаж Который в теории Может этого кентавра Спрятать Так оно в итоге То и получилось И за счет этого Появился Какой-то шанс Камбэкнуться Но Не до конца В принципе Сложновато было Ребятам Но Сражались они Достойно В любом случае Хорошо Хорошо Да Сыграли Шейкер Победитель Вопросов к нему Вообще Ноль Лучший игрок Карты Сто процентов Сколько там Эхо слэмов Было крутых Как он круто Линию отстоял Какие он Артефакты Себе покупал Все И его действия Повлияли Очень серьезно На исход Этой карты Ну то есть Не сравнить С тем Что сделал кентавр То есть Один оффлейнер Сыграл очень круто Второй сыграл Просто Ну просто Был и все Каких-то супер действий Ну может быть Герой другой Да Все-таки На кентавре Ты не можешь Исполнить Таких вещей Как на шейкере Он гораздо Менее Разносторонний Персонаж Но тем не менее Это был Их выбор И Сиренити Зарабатывает Второй балл В этой группе Сыграли они уже Три карты Остается только Две И они Вырываются В тройку Лидеров Три карты